Девушки отдыхают И интернета, проблемам, которые это порождает. У нас же были дискуссии про страх цифрового мира, которые, так скажем, в зависимости от технологий. Второе мероприятие было посвящено цифровой терроризм. Точнее, про терроризм в цифровую эпоху. Про то, как он изменился, какие последствия это в себе имело и так далее. И как с ним бороться в новых условиях. Третье мероприятие у нас было посвящено, собственно, Оксана Мороз, наш сегодняшний гость, рассказывала про… Да, что-то мне все повылетало с головы. Про цифровую бедность, да. Почему условно есть теория, что онлайн для бедных, а оффлайн постепенно, в какой-то мере, через десятилетие, возможно, станет проявлением, так скажем, какого-то признака богатства. И сегодняшняя дискуссия у нас посвящена, наверное, наиболее трогающей каждого проблеме. Проблеме кибербуллинга, токсичности, хейтеров, троллинга и всем производным данного подхода к общению в социальных сетях. Поэтому давайте поприветствуем наших сегодняшних гостей. Во-первых, это Оксана Мороз, кандидат к культурологии, доцент Аран Хикс из Шаненки, автор и редактор проекта «Новая этика» и Роберто Панчвитцев, основатель паблика МДК и агентства МДК «Креатив». Добрый вечер. И, наверное, я думаю, что стоит начать с того, чтобы разобраться в терминологии и, собственно, все вот эти слова, троллинг, кибербуллинг, хейтеринг или как это правильно назвать, насколько правильно это, действительно ли мы нуждаемся в определении всех этих терминов, насколько распространены проблемы, связанные, которые скрываются за ними, чтобы выделять их, собственно, в какие-то самостоятельные живые объекты. И, наверное, я начну с Оксаны. Ну, на самом деле, это такой вопрос, который содержит в себе ответ. Если есть термины, значит, вероятнее всего они какую-то реальность описывают. Проблема со всеми этими терминами заключается в том, что некоторые из них – это результат переноса в онлайн-среду каких-то представлений, каких-то смыслов из оффлайн. И так произошло, например, с кибербуллингом, который, собственно, без этой приставки кибер – это буллинг, и это явление, которое известно в социальном мире, в том числе как притеснение слабых. И изучением этого феномена занимаются психологи довольно давно. В некоторых случаях эти термины, по сути, не имеют жесткого, ну, условно, академического определения, особенно в русскоязычной среде. И не потому, что они англицизмы или такие варваризмы, принесенные как будто искусственно, а потому, что во многом не каждое академическое сообщество, не каждая академическая среда в состоянии или хочет эти термины обсуждать. Например, про троллей существует прекрасное совершенно англоязычное исследование, которое было подготовлено в начале 2010-х годов. Это было переведено в 2016 году и издано в издательстве Альпина, и это исследование написало Уитни Филлипс, оно является результатом ее магистрской диссертации. И оно, в общем, про то, что тролли – это определенная интернет-субкультура, за которой надо наблюдать, которую надо изучать, у которой есть некоторая генеалогия происхождения. И если вы будете заявлять, что это просто садисты или иным другим способом патологизировать этих людей, вы никогда не поймете, что происходит. Но ее исследование, даже несмотря на то, что оно переведено на русский язык, чаще всего, когда его обсуждают, вызывают дикие споры и дикий бадхерт у всех людей, которые за этим наблюдают, потому что кажется, будто эта исследовательница оправдывает троллей, хотя на самом деле у нее нет такой задачи, вообще такая задача в исследовании не ставится. Примерно то же самое касается хейтеров. Существуют люди, которые занимаются, если не изучением, то наблюдением за хейтерами, но даже в англоязычной среде это в основном публицисты, которые на собственном опыте, пройдя через горнила разного рода негативных комментариев, решают, что они чуть-чуть поняли, как это устроено. Но в любом случае даже подобного рода рассуждения кажутся оправданием подобного рода поведения. И поэтому, если мы говорим про то, как эти термины объясняются, то здесь первый шаг, который нужно сделать, это перестать говорить об этих феноменах с точки зрения таких, знаете, social justice warriors, борцов за социальную справедливость, которые сразу ставят крест и на тролле, и на тебе, если ты говоришь про тролля, и на хейтере, и на тебе, если ты говоришь про хейт вообще. Потому что таким образом мы ничего не поясняем, а просто сегментируем. Говорим, вот эти хорошие, вот эти плохие. Вот про это мы будем говорить, это хороший интернет, это хорошая коммуникация. Вот про этих не надо, они дурацкие и опасные, и агрессивные. Мне интересно, Роберт, что думаешь ты по этому поводу? Потому что у тебя, наверное, огромный опыт, так сказать, коммуникации в подобной среде. Вот, потому что паблик МДК является таким, ну, как сказать, триггерным на эту тему. Вот что ты думаешь? Ну, я начинал свою деятельность, так сказать, будучи еще студентом социальной психологии, поэтому, в принципе, мне в тот момент не хватало терминов, не хватало матчасти для того, чтобы понять то, чем я занимаюсь. То есть, в тот момент даже как бы не было в обиходе такого слова, как мем. То есть, он появился чуть позже и стал там словом года, как и токсичность, как и фейк-ньюс. Спустя там долгое время, как только люди, общество с ним столкнулось напрямую. Вот, и не хватало терминологии даже вот с точки зрения как бизнес-практики, потому что я, поскольку, кроме того, что являюсь главой сообщества, еще имею как бы бизнес-интересы в этом. И когда я прихожу к клиенту, я пытаюсь ему что-то объяснить, а он даже как бы не понимает слов, которые я ему рассказываю. И он даже не может зайти в интернет и найти их, потому что вся вот эта терминология приходит к нам из Запада, потому что, опять же, имейдж-борды, все эти форумы, они корнями уходят как раз в западную культуру. И до России это долго доходит, только вот сейчас там многие используют слово «хайп», которое приелось многим, хотя на самом деле в Штатах, Европе, оно там, не знаю, в нулевых годах только появилось. И что касается троллей, то нужно понимать, ну, троллинга и всей вот этой культуры, токсичности. Для чего нам это нужно? Нам нужно понимать структуру феномена. Для того, чтобы, ну, как бы, мы видим, что, ну, я как человек, как бы, живущий в этой, так скажем, культуре, в этом социуме, я вижу определенную пользу от понимания этого, потому что понимание пользы мы можем контролировать какие-то негативные явления, то есть тот же кибербуллинг, ту же токсичность, потому что хорошие вещи они обычно не описывают. То есть, вот, например, вот в 2010-м, как сказала Оксана, вышла книга, где ученый пытается, ну, с точки зрения многих других его коллег, оправдать вот эту категорию людей. Но как только мы, не знаю, происходит какой-то единичный случай с травлей, который доводит там людей до самоубийства, то об этом узнают все. То есть мы видим это и в левых изданиях, и в правых, и в государственных, и, не знаю, собираются какие-то ученые собрания для того, чтобы, не знаю, даже, нет, даже не ученые, а государственные какие-то симпозиумы для того, чтобы ограничить деятельность интернета. И нам нужно просто понимать вот структуру токсичности, чтобы, ну, как бы объяснить людям, что, ну, это просто явление. В этом есть, конечно, свои негативные, свои позитивные стороны, но мы должны как бы с этим жить и изучать это. Вот. У меня такое вот, пока готовились к мероприятию, появилась мысль, то, что на самом-то деле, когда мы говорим про условных хейтеров, троллей, это, ну, всегда мы говорим в какой-то степени как бы про третьих лиц, но если подумать, то в какой-то степени мы все немного хейтеры, все немного тролли, то есть достаточно часто каждый человек пишет в той или иной тональности, которая может быть расценена таким образом. И у меня, вот, собственно, появляется вопрос тогда, почему это именно с развитием интернета приобрело не просто, как сказать, характерные какие-то черты каждого человека, а то, что вот именно вот эти группировки, так сказать, то есть какие-то люди свою деятельность, по сути, в интернете ставят именно с такой точки зрения. То есть почему в живом общении это не встречается, а с развитием интернета каждый может в какой-то момент обнаружить себя на стороне хейтеров, троллей. То есть почему каждого из нас это заставляет так поступать? Ну, наверное, это все благодаря интернету, потому что интернет – это все-таки сеть, и сеть – это соты, это сегменты, и, например, есть сегмент, связанный с компьютерными играми, там все связано, там, ну, весь контент построен на компьютерных игр, есть сегмент, связанный с порно, он полностью построен на порно, а есть сегмент, связанный с конфликтами, троллингом, вот. И, как бы, наверное, просто не было до вот вообще существования интернета той среды, где можно было вот это найти вот в концентрате. То есть мне вот, например, сразу приходит в голову сцена из знаменитого фильма «Крестный отец», когда главный герой приезжает на Сицилию, и он спрашивает, а где все мужчины? И он говорит, что мы погибли в результате кровной мести. Вот, по сути, вот это Сицилия – это был, в принципе, огромный сгусток этого троллинга, потому что если каждый оскорблял, то он обязан был оскорбить другого. Вот, и, наверное, тот же вот такие вещи, ну, такие же среды, как МДК, Двач, там, Пикабу, и остальные форумы, такие небольшие сгустки вот этих горных сегментов, где люди, ну, каждый человек знает, что он пришел сюда сраться, и он найдет другого человека, с которым он посрется. Вот, и случается то, что случается. Вот, случается конфликт, случается срач, он разрешается, не разрешается, неважно. Главное действие. Вот. На самом деле, очень важно еще то, что многие как раз аналитики говорят о том, что ранний интернет в очень большой степени, который был построен на анонимности, ну, или потенциальной анонимности, невидимости пользователя, как будто развязывал руки. То есть, ну, вот та привычка к контролю за самим собой, она сменялась на некоторой расторможенности. Ну, то есть, никто не знает, что я это я, все считают, что я ромашка 13. И это очень удобно, потому что я как ромашка 13 могу выстраивать другую идентичность, и коммуницировать с другими людьми не так, как я это делаю в реальной жизни. И частично, кстати говоря, это подтверждается персональным опытом. То есть, я точно знаю людей, которые не тролли, не хейтеры, ну, то есть, они ведут себя конвенционально прилично, но, например, в онлайн-коммуникации они гораздо жестче, чем в оффлайн-коммуникации, потому что там им удобно, уже сейчас не скрываясь ни за какими там дополнительными именами, но просто удаленно, будучи в общении с тобой, строить некоторый другой способ публичного представления себя. Ну, тут, кстати, интересно то, что, если я не ошибаюсь, МДК появился на заре появления, собственно, ВКонтакте. То есть, это был один из самых первых популярных пабликов, который сейчас, наверное, самый большой в социальности. И тогда, когда все это зарождалось, была еще развита культура как раз анонимного такого ВКонтакте. То есть, там были, собственно, никнеймы, как часть основного имени. Настоящий имена почти, наверное, никто не писал тогда. На аватарке никто никогда не ставил свои фотографии. Если сейчас посмотреть на то, чем является ВКонтакте, почти каждый пишет под своим именем. Но все равно это как бы никак не повлияло на культуру общения в социальной сети, а может, даже с тех пор это и эволюционировало. Совершенно верно. То есть, раньше же люди условно не писали свое фио, используясь как-то никнеймами, какими-то прозвищами. И сейчас, в принципе, это на самом деле не ушло. Несмотря на многие скандалы, связанные с ВКонтакте, связанные скандалы с утечкой базы данных и все остальное, и то, что сливают спецслужбам, для многих подростков, многих студентов, это тоже один из единственных способов коммуникации с другим миром. То есть, вне их социума. То есть, они могут пообщаться на тему аниме, на тему каких-то книг, каких-то там других тематик. И используя при этом совершенно… Ну, то есть, не используя личные данные. И, ну, тот же феномен мы можем наблюдать сейчас в современном твиттере российском. Там никто не пользуется вообще своим именем, только какие-нибудь журналисты или какие-нибудь ученые. Они используют рисованные аватары. И также у них развязаны руки, потому что вычислить в твиттере человека практически невозможно. То есть, есть определенная защита. Человек знает, что он за свои слова не в ответе. То есть, он не получит, как минимум, по лицу. Никто его не вычислит по IP. Вот. Ну, это пример так же, как с Telegram. Сейчас, то есть, как раз популярность набрали Telegram-канал, в которых сохраняется анонимность и в которых человек тоже так же может высказывать все, что думает. Правда, все равно так или иначе постепенно появляются новости, что очередного какого-нибудь такого блогера деанонимизировали, и на него там какие-то ответные в итоге атаки информационные предпринимаются. Вот, как бы, является ли это все часть такой… То есть, из-за чего война? То есть, к чему она может привести? То есть, все люди в итоге, ну, веры в анонимность в, по крайней мере, российском сегменте интернета… Ну, я, по крайней мере, уже давно не верю. Но это все равно продолжается, потому что люди продолжают не верить в ответственность за свои слова, или это просто, так сказать, часть человеческой души кого-нибудь потроллить? Ну, опять же, анонимность в Telegram и анонимность там в том же Твиттере выполняют совершенно разные функции. То есть, если в Твиттере это, ну, просто способ существования, потому что жить под собственным именем, как бы, у молодежи не круто. То есть, то, что ты Саша, Петя, там, Александров и кто-то там еще, это, ну, у молодежи это неинтересно. Они видят себя героями каких-то там видеоигр. Ну, в принципе, нам это знакомо. То есть, мы, будучи подростками, тоже придумали себе всякие альтер-эго и жили под ними. В Telegram же анонимность, она используется для того, что ты не просто аноним, ты эксперт. То есть, тот же Низыгарь, он же, как бы, по сути, аноним. И он делится этой анонимностью с другими экспертами, делая их также экспертами. Но почему все еще русские пользователи верят в анонимность? Потому что, опять же, это способ мышления определенного. То есть, способ создать себе альтер-эго в отрыве от своей личности. То есть, как Оксана подметила, что есть люди в жизни совершенно спокойные, которые даже не склонны к троллингу в РРЛ, так назовем. Но в интернете они преображаются. То есть, на самом деле, это больше такая психологическая какая-то функция. То есть, люди собирают себе новый образ. То есть, они пытаются… Вы понимаете, что это часть как раз какое-то отражение своей души? Да, да. То есть, они каждый раз собираются в собственный образ. То есть, как бы, они себя манят Джокерами, Бэтменами, персонажами там книг, выдумывают себе личность. Хотя в реальной жизни они совершенно не такие. Я думаю, мне кажется, у каждого человека есть такой знакомый, который в интернете круче, чем он есть. В принципе, даже, наверное, проще, проще для примера взять феномен Инстаграма, где мы видим, что люди фотошопят себе фотографии, и на фотках они выглядят лучше, чем они в реальности. По сути, они также собирают новый образ. Они худеют, они рассуждают о каких-то книгах в комментариях, они, не знаю, они постоянно путешествуют, они пьют какие-то дорогие вина. Но в реальной жизни они там могут, не знаю, жить в однушке и довольствоваться молоком просто квашено. Ну, это верно. Как раз, если Инстаграм у нас самая депрессивная социальная сеть, потому что все показывают свою лучшую версию жизни, то Твиттер как раз считается самой токсичной в социальной сети. Вот мне, Оксане, тот же вопрос по поводу троллинга, хейтинга и всех этих составляющих, как части своей души. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, мне кажется, что на самом деле это… Ну, я бы не использовала слово «душа», потому что я не очень понимаю, что оно означает. Но я бы сказала, что когда мы находимся онлайн, и у нас есть какие-то сервисы, где мы заводим профили, мы, конечно же, туда вкладываем и специально конструируем определенную самость, определенное «я». Оно, может быть, похоже на нас, оно, может, не похоже. Очень многое зависит от того, в какой степени мы хотим начать какую-то новую жизнь вот в этом пространстве и какие-то решения принять или как-то отстроить свое существование от того, что есть в реальности. Там, естественно, есть задачи решения определенных… ну, какой-то подкрутки определенных параметров, решения каких-то задач, которые так или иначе могли быть не решены, вот как раз in real life. Но мне кажется, что здесь на самом деле есть такая интересная вилка. Потому что, с одной стороны, действительно, мы можем говорить об анонимности, как о некотором драйвере построения альтер-эго. Я могу быть ромашкой 13, и это будет совсем другой персонаж. С другой стороны, мы понимаем, что современные соцсети, которые очень часто построены на идее селф-брендинга, то есть отстраивания себя как бренда, довольно часто требуют как раз более или менее четкой привязки к идентификации. И это означает, что человек строит альтернативную личность под собственным именем или под собственной фамилией, или под каким-то образом идентифицирующимся именем и фамилией, или ником. И вот здесь есть такая странная развилка. То есть, с одной стороны, мы можем выстраивать альтер-эго абсолютно полностью. Внешность, имя, пол, гендер, все что угодно. С другой стороны, некоторые сервисы, особенно те, которые принадлежат корпорации Facebook, они, в общем, предлагают скорее себя как-то очень четко идентифицировать. И тогда это создается такая более или менее монолитная история про себя онлайн и про себя оффлайн. Это, по сути, не то чтобы два разных способа существования или два разных пути, по которым может пойти развитие этих массовых сервисов. Это просто два разных извода решения проблемы связи, ну как будто связи между анонимностью, преступностью, анонимностью и скрываемостью людей и так далее. Плюс мне кажется еще, что история про анонимность это далеко не всегда история про то, что я не хочу нести ответственность. Это история про то, что я не хочу, чтобы мне навязывали какую-то ответственность. Если мы вспомним прекрасные мифы об массовом интернете нулевых, где саморегуляция, самонастраивание, сообщества, которые договариваются, то там смертельно боялись, в том числе того, что государства или какие-то гиперкорпорации обратят внимание и начнут регулировать. Потому что это была попытка настроить какую-то простейшую демократию. И в тот момент, когда мы боремся, например, за возможность быть анонимными, мы боремся не обязательно за то, чтобы оставаться в серой зоне и совершать преступления. Или оставаться в серой зоне и быть какими-то другими. Мы боремся еще за то, чтобы быть самостоятельными, что называется, субъектами. То есть я могу сама за себя решить, хочу быть Ромашкой 13 или Оксаной Владимировной Морозой. Нет, ну тут ведь речь не про анонимность, а про поведение в подобной среде. То есть в итоге как раз троллинг, он приводит к тому, что люди, которые принимают закон, потом такие, а что если деанонимизировать интернет? И в принципе можем наблюдать, как это работает. То есть про каждого можно узнать, кто он, что он и так далее. И это не является ли, так скажем, головом собственные ворота? То есть ты вроде как, ты говоришь слово борьба, то есть ты отстаиваешь право быть самим собой в интернете каким-то хочешь, но по факту ты провоцируешь людей раскрывать, кто ты такой. Ну это если мы рассуждаем об этой ситуации вообще в логике того, что есть какие-то властные агенты, которых мы на что-то провоцируем. Ну то есть если мы вообще находимся в ситуации противостояния, мы пользователи и они там все остальные. Это ты сказал слово борьба. Но борьба не обязательно должна быть насильственной. Мы знаем, что на самом деле эта история просто про то, что есть определенные привычки. Например, возьмем каких-нибудь представителей албанского этого сообщества, подонков. Ну это, собственно, прекрасное было сообщество, которое порождало собственный язык, а этот язык был наследием еще абериутов. Ну то есть это классная культурная история. Эти люди не так, чтобы там кидались на кого-то с кулаками, вот так, чтобы это было борьбой. Это люди, которые предлагали некоторые собственные правила коммуникации, отсеивали тех, кто к ним хотел прийти, но, в общем, не соответствовал некоторым нормам. Это было сообщество. Ну и в этом смысле там, условно говоря, ситуация, при которой мы показываем пальцем на это сообщество, говорим, а они токсичные мускулины, как не стыдно. Ну это на самом деле такой социальный фашизм. Хороший термин. У меня теперь вопрос. Не так давно, в марте, в конце марта, может 31 марта, по-моему, это было, Microsoft выпустил исследование, в котором посчитал, что российский сегмент интернета самый токсичный сегмент мира. Русскоязычный, имеется в виду. И что ты думаешь по этому поводу? Есть ли какие-то, так скажем, как называется, особенности национального троллинга? Что-то в таком духе. Ну, опять же… Почему российский сегмент интернета такой вот токсичный? Ну, надо понимать, что, как я понимаю, что они делали исследования, исследуя лингвистические модели коммуникации, то есть там арго, использование определенной лексики, семантика и все остальное. Я понимаю, что на самом деле мы не самые токсичные, просто мы любим в коммуникации использовать достаточно грубую лексику. Потому что если люди, которые сидят на всяких западных бордах, они смотрят, что американцы, британцы, испанцы, французы в меньшей степени используют матные слова, чем русские. Ну, как бы у нас там даже любой подросток использует известное матное слово, наверное, раз 10 на день просто в Твиттере. И как бы считать это токсичным поведением, нетоксичным, ну, как бы странно. То есть, но, опять же, по своему опыту могу сказать, что, скорее всего, мы на одном уровне со штатами по уровню токсичности. То есть количество кибербуллинга, которое у них происходит, примерно равно, плюс-минус, учитывая проникновение интернета и аудитории, равно наш, ну, как бы, вот наш интернет жизни, по сути. Потому что многие известные случаи кибербуллинга как раз, ну, как бы, в Штатах происходят. То есть, там, доведение за самоубийство, там, какие-то депрессии, которые случились впоследствии кибербуллинга. Как раз, ну, как бы, все истории обычно вот оттуда. Но у нас же распространены тоже, как бы, кибертравли, но поскольку у нас психика обычного русского человека, она, как бы, тверже, устойчивее, обычно на самоубийство не доходит. Но мне, наверное, в какой-то степени кажется, что это может быть связано с тем, что там просто чаще поднимают вопрос. Это там лучше изучено. Да, то есть это так же, как там в Штатах, например, чаще обнаруживают какое-то заболевание, не потому что там чаще болеют, а потому что лучше обнаруживают проблему. И, возможно, в российском сегменте как раз проблема серьезнее, просто никто этим изучением этой проблемой не занимается. Поэтому нам кажется, что или там СМИ этим мало интересуются, а если интересуются, то в итоге возникает какой-нибудь новый законопроект, который запрещает что-нибудь. Из твоего ответа, я так понял, что ты считаешь, что наш сегмент более хардкорный просто потому, что мы любим грубое словцо. Это один из поинтов. Второй из поинтов, что у них токсичность жестко регламентирована, потому что, например, возьмем для примера популярный сервис стриминга Twitch. Любая агрессия в адрес игрока, с которым ты играешь, сразу бан. И это жестко пресекается. Реально на уровне того, что слово «Нигерия» заставляет модераторов Twitch отправить тебя в бан. Нигерия? Нигерия. Это я говорю о верхушке айсберга. Сейчас дошло до того, что многие компании игровые внутри своих сервисов тоже жестко регламентируют хейт-спич. Достаточно использовать слово «фак» просто в лексике, тебе сразу дают перманентный бан. Я сам с этим столкнулся, потому что у меня несколько банов на PlayStation. И это работает. Меня отучило от какой-то агрессии. С другой стороны, уровень игры сразу заставляет меня немножко перехотеть играть. Потому что все-таки competition, он такой… Ну, как бы было исследование, опять же, что самый токсичный… Вот опять же, про исследование. Самый токсичный сегмент Доты – это тоже российский сегмент СНГ. Потому что там все пользователи ругаются друг на друга. И опять же, это опять привело к дискуссии, как это регулировать. Потому что уходили в бан даже какие-то киберспортсмены известные. То есть, а это повод отстранить даже команду от какого-то competition. И что с этим делать, это тоже непонятно. Потому что в Штатах вот есть такой регламент, а у нас как бы спокойно к этому относятся. Ну, то есть, как поздороваться? Больше свободы слова в интернете у нас? У нас просто это не считают даже каким-то темой для дискурса. То есть, послать друг друга – это как поздороваться для нас, для геймеров. А для них это уже как бы способ… То есть, это уже неправильно. За это уже нужно карать баном. И таких практик уже во многих сервисах, не только геймерских, а просто в социальных сетях, все больше и больше. То есть, они токсичность обрубают на корню. Другое дело, что она уходит, по моему мнению, уже в оффлайн. То есть, вот эти все случаи с шутингом, которые совсем недавно произошли, и многие связывают вот с уличными беспорядками, которые сейчас в Штатах тоже происходят, в Портленде и всем остальным. Ты имеешь в виду, что невозможность высказываться в интернете, привозить… Да, да, да. Потому что, опять же, два года назад самый популярный сайт в Штатах был 4chan. То есть, это была единственная площадка для дискуссий, токсичной дискуссии, которая была оккупирована подростками, студентами, у которых не было другой возможности коммуницировать. Потому что Facebook, все остальные сервисы, они просто банили за любой hate speech, за любую токсичность. И сейчас даже они лишились 4chan, по сути, тоже, потому что это уже стало такой большой корпорацией. И они так же, как и другие сервисы, пытаются оставить токсичность уже за пределами. А не пытаются ли они это сделать просто потому, что это условно мешает вести бизнес? Ну да, потому что как бы ни один бренд не хочет себя ассоциировать с этим. Ну как бы ни одна корпорация не хочет с этим себя ассоциировать. С другой стороны, ну это ведет к тому, что юзеры находят другие площадки. Иногда это оффлайн площадка, иногда это онлайн. Ну как бы про онлайн я сейчас не знаю, что сейчас будет популярно у американцев. Но думаю, что следующая платформа, которая позволит монетизировать токсичность, будет пользоваться большой популярностью. На самом деле я бы вообще не связывала настолько плотно онлайн и оффлайн. То есть тот факт, что мы не можем выражать агрессию онлайн, ну в какой-то степени должно приводить к тому, что есть агрессия оффлайн, это не настолько очевидное следствие. Это там после не значит вследствие. Мне кажется, что здесь очень важно вообще рассуждать о том, зачем людям в принципе нужно коммуникационное пространство, где они выражают себя агрессивно, нападают на других. Почему без этого вообще никак нельзя обойтись, если мы исходим из того, что вот людям перекрыли один канал, и они обязательно должны найти другой. То есть это такой вопрос про человеческую природу, если угодно. А вторая штука, которая интересна очень, это конечно то, что это не просто про бизнес, забанить всех токсичных людей. Это еще и про продвижение определенных норм коммуникационной и некоммуникативной культуры, которая так или иначе связана с политическими решениями и с условной установкой на политкорректность, которая уже много десятилетий, которая воспроизводится в том числе и онлайн. И даже можно не использовать вот это замыленное и модное слово токсичность и говорить как раз про отсутствие хайт-спич, языка вражды, риторики ненависти, о том, что в Европе и в Америке эту проблему регулируют на правовом уровне, и правовая регуляция пронизывает собой и оффлайн, и онлайн в обязательном порядке. Поэтому, конечно же, если ты хочешь оставаться частью сообщества, а ты очень часто вынужден оставаться частью сообщества, потому что большие сервисы создают некоторую систему заложничества, но как бы если ты там уже есть, если ты там прокачанный профиль, или этот профиль тебе нужен, тебе, в общем, жалко его терять, то в таком случае ты плюс-минус вынужден играть по этим правилам. Ну и, естественно, конечно, все масло в огонь добавляет история про расследование разных проплаченных троллей, которые постоянно происходят. Мы сейчас не будем говорить, насколько это все ангажировано политически или нет, вот обе стороны, и те, кто работают таким образом, и те, кто расследует их деятельность, но это просто еще один камень в огород относительно того, что нужно каким-то образом зачищать коммуникационное пространство. И да, конечно, на этом фоне возникают дискуссии о том, что это нарушение свободы слова, что это, в общем, само по себе нарушение норм, там, либерализма, демократии и так далее, и так далее. И это тоже такая патовая ситуация, в которой, собственно, находятся все регуляторы этой среды общения. Либо мы разрешаем всем все, и говорим, что онлайн — это игровая площадка, где можно все. У людей есть потребность ругаться, пусть они ругаются, это всяко безопаснее, чем если они пойдут проламывать друг другу головы. Но тогда мы идем в противоречие с теми принципами, которые мы реализуем оффлайн. Или мы говорим, нет, ребятки, у нас за оскорбление личности и достоинства человека оффлайн есть какое-то следствие, и должно быть то же самое онлайн. Но тогда мы решаемся, собственно, с этого свободного пространства, какой-то условно отдушины, если мы верим в то, что там это отдушина каким-то образом существует. Ну и еще, кстати, вот про игры. Это важно, потому что, собственно, несколько лет продолжается вял текущий геймер-гейт, это огромный скандал, который как раз высвечивает эту проблему, что в геймерском сообществе, в принципе, можно говорить о тотальной токсичности, но это происходит в том числе потому, что никто не берется проанализировать контекст существования этого комьюнити, правила, по которым они живут, а пытаются подходить к ним с какой-то логарифмической линейкой и измерять по общим основаниям. Ну и, наверное, самое последнее про то, что в какой-то момент будет очень популярен какой-нибудь другой сервис, где можно будет безостановочно троллить, хейтить и получать от этого удовольствие. Интересно, что некоторое количество суперкомпаний, которые работают из Китая и которые делают реплики своих китайских соцсетей для европейского рынка, а это и TikTok, и лайки, вот эти все ребята, они делают ставку наоборот на суперванильный контент. Они делают ставку на такое продвижение через такие алгоритмы, которые создают у тебя бесконечное ощущение safe space, безопасного пространства. Оно часто бессодержательное, то есть тебе просто присылают сердечки, говорят, о, классно, то есть коммуникации как таковой нет, но ощущение безопасности, оно специально продуцируется. Если мы посмотрим на аудиторию этих приложений, то она довольно молодая. И по сути происходит ситуация, когда появляется, условно, новое поколение пользователей, которые привыкают скорее к тому, что их гладят по головке безостановочно, что они получают миллионы и многотысячные какие-то, просмотры и одобрения, и совершенно не готовы к выходу, условно говоря, в реальный интернет, где есть люди, которые совсем для другого там находятся, есть люди, которые хотят пожестить периодически или пошутить как-то не очень политкорректно, толерантно, потому что имеют право. И вот это такой конфликт, который, мне кажется, мы будем наблюдать в ближайшее время, когда вот те самые подонки уже окончательно уйдут, люди, которые сменили их, и тоже довольно жесткими были, тоже уйдут, и придут вот эти ребята, которые, в общем, совсем не готовы к тому, чтобы воспринимать троллинг, хейтерство и так далее, как часть какой-то такой объективной реальности, с которой, в общем, вам жить и что-то делать. Я не очень согласен с тем, что это проблема поколений, типа одни ушли, другие пришли, третьи сменят. Я хотел отметить то, что и Роберто, и ты сказали, что российский интернет более свободный, чем западный, раз мы в нем можем так спокойно высказывать свое мнение абсолютно неполиткорректно. Что на самом деле даже несколько удивительно, учитывая, какое отношение к законам, которые принимаются в России, касаемо интернета, потому что мы наоборот считаем, что нас зажали в тиски невероятные и уже все почти запретили, но тем не менее почему-то и Роберто, и ты сказали, что вот у нас пока это можно, а там уже нельзя. Но у нас исходная точка, с которой начинается регуляция, немножко другая. Это во-первых, а во-вторых, мы просто видим право применения. Но я имею в виду, что у нас гораздо свободнее в принципе в тех локациях, где доступ в интернет считается правым, нам гораздо проще осуществить этот доступ. Но у нас в гораздо меньшей степени это связано с необходимостью жесткой идентификации. Плюс мы видим, что это часто, кстати говоря, можно наблюдать по, например, разговорам, которые ведут некоторые эксперты с провайдерами, что, конечно, законы сильно, очень сильно отягощают работу, но часто люди не верят, что они будут реализованы так быстро, так жестко, спихивая это все на то, что в России, вы же знаете, как у нас правовая среда работает. Там я считаю, что тяжесть закона подменяется необязательностью выполнения. Ну, что-то такое. То есть это такая мифологизация, которая немножко внутренне успокаивает. Ну да, приняли, но мы посмотрим, как там будет дальше. Ну и плюс, конечно же, это очень важно, что онлайн-среда в российском пространстве, неважно, она русскоязычная или нет, она очень часто воспринимается как среда для свободной коммуникации, для свободной публичной коммуникации. И недостаточность этой свободной публичной коммуникации в каких-то других, например, в оффлайн-пространстве, ну, сублимируется в онлайн-среде. И в этот момент, когда вам говорят, а вот теперь, ребятушки, вы будете проходить идентификацию по паспорту, чтобы попасть в этот ваш городской Wi-Fi, вот это кажется наступлением, ну, на какой-то там такой очень важный островок свободы. То есть чисто эмоционально, это не обязательно связано с каким-то рацией, с тем, что я взвешиваю на весах, а насколько эти ограничения сильны, насколько они меня там унижают как личность и так далее. Это такое эмоциональное переживание. Ну, просто потому, что ты чувствуешь, что у тебя отнимает часть свободы? Ну, просто потому, что ты чувствуешь, что пытаются регулировать ту сферу, которую раньше не регулировали, ты там как бы сам с собой справлялся, и было все нормально. Вот мне к Роберт вопрос. Что ты думаешь по поводу того, что, по крайней мере, те люди, которых я могу идентифицировать как, так скажем, профессиональные хейтеры, то есть они, потому что, ну, на мой взгляд, действительно есть такая категория людей, которую можно так определять, они считают себя, вот, и Оксана про это тоже до дискуссии говорила, такими санитарами леса. То есть они берут на себя работу, обличать кого-то, критиковать кого-то, не сдерживаясь в формулировках. И вот что на этот счет думаешь ты? То, что есть ли вот такая проблема? Как ее решить? Ну, то есть не надо ли ее решать? То есть то, что это санитары леса, нужны ли они обществу, и приносят ли они обществу какую-то пользу? Ну, пользуясь… Ну, пользуясь… Это, конечно, такая субъективная, конечно, категория, потому что, если мы будем говорить о каких-то профессиональных хейтерах, то есть мне сразу, например, в голову приходит YouTube-сегмент, то есть это вот BadComedian, Даня Поперечный, Юрий Хованский, вот это люди, которые сделали себе карьеру на том, что они кого-то публично либо унижали, либо критиковали, либо пытались затроллить. Есть хорошие примеры, тот же BadComedian, который занимается, по сути, фильтрует кинематограф, который вот попадает в кинотеатры и доносит до нас какую-то выжимку. Многие считают, что выжимка крайне объективна, кто-то считает, что совершенно не рассматривает российскую самобытность. Мне сразу приходят, мне написали, что движение вверх на самом деле гениальный фильм и то, что BadComedian совершенно не разбирается в кинематографе. И реально многие люди так же посчитали. И тут как бы он рождает дискурс по поводу того, что кино ли это вообще? Стоит ли ему давать деньги? Если стоит, то сколько? Если не стоит, то кого привлечь за это? Есть же, например, допустим, Юрий Хованский, который долгое время занимался реально публичным кибербуллингом людей. То есть он унижал, заставлял многих, не знаю, доводил многих, если до какого-то раскаяния, то до каких-то симптомов клинической депрессии. И тут уже видно, что видно токсичное поведение и людям приносят страдания. То есть как работать с такими людьми, которые пытаются целенаправленно кого-то довести до определенной точки. То есть в Штатах, например, куча всяких судебных дел, связанных с людьми, которые доводили до самоубийства. А у нас же, наверное, если такое произойдет с каким-то известным блогером, то, наверное, даже до суда как бы не дойдет. Если это, конечно, не какой-нибудь сын мэра или какого-нибудь чиновника. Вот. И тут как бы нужно опять же понимать, с кем мы должны работать прежде всего. с критиками или с, как не знаю, с не хейтерами, а людьми, которые хотят сделать имя на чужом страдании, так скажем. Вот. Ну, наверное, все. Что ты думаешь, Оксана, по этому поводу? Ну, я, наверное, соглашусь, потому что понятно, что существуют не то чтобы разные оттенки троллинга, но существует критика функциональная, которая может быть очень жесткой, построенной на иронии, на сатире, на пародировании и так далее, и так далее. Это может восприниматься как нечто обидное, но в этом есть функциональная составляющая. Люди как бы картируют свое представление о правильном, неправильном, допустимом, недопустимом и, в общем, делятся этим представлением с другими, а другим, например, это нравится, и это хорошо. Естественно, есть люди, чьи мотивы на самом деле не очень понятны или в них сложно обнаружить какой-то позитивный какое-то позитивное начало, кроме того, чтобы выстроить собственный бренд за счет критики других. Но это, по сути, такое паразитирование на публичности других людей, на публичности других людей. И, конечно, вот этот пример с суперизвестными или известными в своей нише персонажами, он не всегда обязательно может быть экстраполирован на менее известных людей. То есть, грубо говоря, если мы не берем блогеров, а берем людей, которые просто пользователи, тысячники, не тысячники, то очевидно, что есть люди, которые осознанно травят и доводят до иступления и наслаждаются этим. И дальше вопрос, зачем они это делают. Вот в той самой книжке Уитни Филлипс представлено, зачем люди это делают. А есть ситуации, когда люди делают то же самое, откровенно, говорят о том, что они просто хотят поплясать на костях. Я могу привести один пример, я его очень люблю. В начале 2010-х годов тролли, которые собирались как раз на имиджбордах, открыли для себя массовый фейсбук, англоязычные тролли, не обязательно американские, это могли быть французы, это могли быть испанцы, австралийцы, кто угодно. Они открыли для себя массовый фейсбук и с удовольствием туда зашли, потому что это огромное количество людей, которых можно троллить. Это же просто класс, это клан дайк. И в частности, объектом их троллинга оказались мемориальные группы, посвященные погибшим или похищенным детям. Их в Америке довольно много создалось. Пропал ребенок, создавалась специальная группа, такая, алерт-группа, для сбора волонтеров, которые могут искать, для информирования и так далее. И туда в эти группы набегало огромное количество троллей, которые писали жуткие совершенно вещи про этих детей, давали дезинформацию, еще что-то, еще что-то. А в этих группах часто находились родственники. То есть они могли открывать эти группы, могли нет, но они там были, они все это читали. И, собственно, Витни Филлипс разговаривала с этими троллями, спрашивала, зачем вы это делаете? Но это жутко совершенно неэтично, то есть это по всем параметрам неэтично. Это издевательство над мертвыми, это издевательство над мертвыми детьми или это какие-то ложные надежды, которые вы внушаете родственникам. Совершенно неэтично. И они давали удивительный ответ. Они говорили, что они вообще-то делали примерно то же самое, что делали вот все пользователи этих групп, которые публично скорбели, публично там говорили, ну вот как нас сейчас любят, репост, лайк, шер, вот это вот, только одни это делали, выдемонстрировали некоторую ложную поддержку, потому что на самом деле не готовы были включаться в поддержку, не скорбели, ничего не переживали, просто вот создавали социально одобряемое поведение. А тролли делали все то же самое, только со знаком минус. Они тоже не переживали, но они демонстрировали такой антискорбь и показывали, что и то, и то на самом деле фальшиво, и что вот эти вот суперпубличные личные переживания, они не настоящие вообще. И нужно научить людей, ну вот это как раз санитары леса, дистанцироваться от того, что происходит в онлайн-реальности и пытаться это как-то там экранировать и переживать. А еще один параметр, ну совсем такой частный, для них было то, что они говорили, посмотрите, статистически эти группы создаются для белых, конвенционально прекрасно выглядящих, преимущественно белокурых девочек. Никаких этнических меньшинств, практически никаких мальчиков. То есть это такая специальная выборка, которая им казалась, ну, жутко ханжеской. Ну то есть люди, которые создают эти группы, которые по идее должны помогать в поисках или утешать родных, они на самом деле зарабатывают тот же самый публичный облик за счет демонстрации такого образа пострадавшего, на которого точно клюнут. То есть это и ребята тролли говорили, что слушайте, ну это тоже неэтично, еще неизвестно, кто на самом деле более неэтичный. Вот эти, которые как бы скорбят и на самом деле ничего не чувствуют, вот эти, которые создают группы, на самом деле зарабатывают себе публичный капитал, или мы, которые просто пришли, а потом ушли и как бы вообще не при делах. Но есть ли тогда у троллинга какие-то границы? Потому что если человек просто оправдывает свое поведение тем, что такой, а я просто показывал, какие они на самом деле лицемеры, но при этом кого-то доводит до самоубийства, то есть является ли это каким-то, ну в принципе, можно ли оправдывать тролли, который делает что-то, исходя из собственных, так скажем, моральных устоев, считает, что он делает правильно, но на самом деле по сути творит какое-то такое зло, которое сам оцениться не в состоянии в данный момент. Я попытаюсь ответить, потому что ну вот про эмиральные группы достаточно популярная тема была вот даже в российском сегменте, потому что когда умирала какая-то знаменитость, все знали, что нужно было поставить свечку на аватар, нужно было репостнуть, и в тот момент даже вот мы с нашими маленькими силами мы собирались в чаты и говорили, что мы должны показать антипод этому, потому что мы считали, что мы должны обличить вот это ханжеское отношение к скорби, и проходит время, проходит год, проходит два, вот мне уже взрослый, я себя так оцениваю, я смотрю, что горит Нотр-Дам, там взрываются какие-то происходят теракты, и уже практически весь интернет начинает смеяться над этим, то есть большая часть обличителей, ну то есть те вот обличители, которые мы считали небольшой частью интернета, стало большинством, то есть стало совершенно немодно как-то скорбеть, большинство людей теперь ведет как раз троллинга, демонстрируют поведение тролля типичного, хотя сейчас это считается иронией, а вот четыре года назад это считалось совершенно моральщиной, то есть каким-то поведением, которое нужно порицать, вот, и что касается типичного поведения тролля, тролля, который пытается найти себе какую-то высокую миссию, цель, это же похоже на поведение психопата-убийцы на самом деле во многом, и нужно понимать, что, ну, как бы, это, ну, мы должны многие согласиться, наверное, что это, по сути, девиантное поведение, то есть желание причинить кому-то боль, кому-то боль, ну, вот, тролли просыпаются с утра и понимают, что сегодня мы сделаем кому-то больно, у нас есть великая цель, у нас есть миссия, потому что, понятно, дело, убивать людей нужно, заручившись каким-то, ну, великим предназначением, либо патриотизм, ну, как бы, ну, надо заручиться каким-то великим, ну, великой идеей, да, великой идеей, и поэтому мы пойдем убивать, вот. Это ведь целая группа есть, которые берут своей целью как кого-то человека, ну, как просто рандомно. Да, да, опять же, я был сам подвержен этому, но я был подростком, у меня был, как бы, определенный период жизни, и сейчас я как бы этим не занимаюсь, как бы, если только, ну, с бизнес-точки зрения, если обслуживаем определенные цели некоторых групп, вот, но специально, то есть, я уже, наверное, не проснусь утра и не подумаю, надо кого-нибудь сегодня затроллить, то есть, вот, как бы, это вот, вот, ощущение, ну, поведение убийцы, психопата, маньяка, который находит себе жертву, ну, и морально ее уничтожает, вот. И опять же, нужно понимать, откуда это, почему таких, этих людей все больше и больше, и, ну, как бы, иногда кажется, что, как бы, ты ими окружен. Либо это подростки, ну, как бы, в интернете их большинство, либо это люди-психопаты. То есть, тебе нужно опять же понимать, что в великой статистике, что, если говорить про американскую, действительно, что каждый сотый человек психопат, а в интернете, в интернете, наверное, наверное, не знаю, каждый третий, каждый четвертый. Если мы говорим о, ну, о руководителях, те, которые как раз обычно и пользуются интернетом, белые воротнички и все остальное, они, наверное, через каждого, примерно, психопаты. Вот. И нужно понимать, откуда это поведение. То есть, почему, Но ты имеешь в виду психологическую составляющую? Ну, да, я вижу, конечно, психологическую составляющую, но, опять же, психология тесно связана с социологией, поэтому, как бы, как сказал Тюргейм, такое поведение, это ответ на репрессивную, на репрессивную сущность государства. Так что, я думаю, что количество троллей тесно взаимосвязано с политикой государства во многом. Как мы видим, что появился Трамп, количество троллей сразу увеличилось. И это, понятное дело, было не только, опять же, бизнес-решением, что это будет первый президент троллю, а в том, что он поднял определенную тему, которая многим пользователям воспринялась значительно близко. они начали делать свое дело. Можно я вступлю за психопатов? Я как адвокат дьявола. Мне кажется, что сегодня, если мы говорим о троллинге или о хейтерах, нужно попытаться сегментировать людей, которых мы так называем, на определенные группы. Потому что, во-первых, мне кажется, что вот те старые добрые тролли, которые нападали на мемориальные аккаунты в десятых годах или в конце девяностых или в дулевые расцветали на всяких форчанах и еще где-то. И в том числе наши тролли, которые возникали чуть попозже, потому что мы немножко запаздываем. Это была такая определенная субкультурная группа. И вот подонки здесь очень хороший пример. Это группа с определенной локацией, с которой все начиналось, с определенным языком, с определенными правилами, с определенным визуальным кодом и так далее. В тот момент, когда эти группы попадали в супермассовые, суперпропулярные сервисы, вот эти вот старые утонченные тролли, которые знали, как правильно доскрестись до самой болевой точки и получить те самые лузы, они показали вот эту агрессивную коммуникацию всем остальным. И дальше мы имеем дело не с умножением количества троллей в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе или еще где-то, а с распространением трамвайного хамства. То, что у троллей было частью довольно серьезной коммуникационной стратегии, сейчас не оправдываю, просто это была такая довольно понятная сценарная логика, превратилась просто в такое трамвайное хамство, где буквально там со второго аргумента тебе дают в лоб и в общем тут нет никакой попытки тебя как-то зацепить за крючок, там докопаться до какой-то мякотки, да и тебя туда уколоть. Тебя прямо сразу в лоб дают. Ну, конечно, это такой дико толстый троллинг, который уже троллингом не назовешь. Это первая история. Сейчас вторая история это то, что у нас появилось понятие фабрики троллей, которая в общем-то к троллингу как к субкультурному явлению имеет малое отношение. Это история про то, что вы покупаете людей, ну или как это делается в Китае, вменяете чиновникам заниматься подобной деятельностью. Там, правда, они пишут хорошее, а не плохое, но разницы в общем принципиально никакой нет. И говорите, ребятки, вы на зарплате, вот от сих до сих вы работаете по таким инфоповодам, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И для людей, которые находятся в тех самых массовых сервисах, кажется, что ты разговариваешь с троллем. Вот это вот бесконечное не корми тролля, хватит разговаривать с этим троллем, это как будто такой отголосок прежней истории, когда действительно не кормите тролля, это единственная нормальная стратегия. А с другой стороны, это перед тобой уже не тот самый тролль, который вот может подвести какую-то великую идею и который может тебе там долго и внятно объяснять. Наемник. Да, это по сути такой, ну как бы у этого человека нет идейности тролля. Вот он может быть, например, зарегистрирован под вот этим вот фейковым именем из там с девяти до шести обслуживать вот эти интересы, а потом возвращаться домой или выходить в свой нормальный аккаунт и вести себя как приличный человек. Это с одной стороны такое урловское двоемыслие, а с другой стороны это же работа. В смысле, ребят, ну я ничего плохого вообще не имею в виду. И это порождает некоторое наличие этих трамвайных хамов, которых мы считаем наследниками троллей, какого-то количества старых добрых троллей, которые каким-то образом выжили, например, геймерской тусовки, которая достаточно агрессивна, и вот этих вот условно проплаченных, проплаченных, довольно агрессивных людей, это создает ощущение, что тролли вообще везде. И что все троллинг. А это порождает в свою очередь ощущение, что везде агрессия и что каждый третий психопат. Но некоторые, например, психопаты на зарплате. Психопат на зарплате не очень опасен, но в том смысле, что у него есть рабочий день, он заканчивается, человек откладывает лом и начинает нормально жить. Самое забавное, что была история с одним из моих знакомых, когда они делали один из, одно из крупных мероприятий, в которых тоже изобличали в какой-то степени лжеученых. И потом оказалось, что они целое расследование провели, оказалось, что была нанята целая такая фабрика троллей, в которых про организаторов и про саму вот это там премия, мероприятия, писали какие-то посты. То есть даже нашли человека, который за какое-то количество копеек или рублей оставлял комментарии, там была целая инструкция, типа целый сайт по найму, да, то, что ты должен напомянуть такие-то слова в таком-то контексте, на каких-то ресурсах. И это, ну, для сфер, в которой я в основном работаю, это было в новинку. То есть, потому что там мы с таким профессиональным троллингом, ну, имеется в виду, профессионально в плане работы, так скажем, сегодня с утра там поцеловал жену, пошел на работу, кого-нибудь потроллил, вернулся, сказал, типа, дорогой, а как тебе день прошел? Ну, все неплохо, целых там пять человек довел до истерики. Ну, я не знаю, как эти люди живут. С другой стороны, тоже из этого спича, вспомнил историю, которая вот связана, так скажем, как раз с таким профессиональным троллингом, но, как я это вижу, скорее с позитивной точки зрения, это паблик Лурк и, ну, Лурк Море как такая альтернативная Википедия, потому что там, по сути, занимались тем же самым. Там троллили, я не могу сказать, что хейтили, но, как ты говоришь, докапывались до мякотки и так далее. То есть это был действительно крайне популярный и интересный ресурс, который, наверное, сейчас уже многим забыт, но он, как на мой взгляд, выращивал, так скажем, вот эту культуру троллинга вот именно как, я не знаю, там достойное человека искусства, наверное, потому что там это сделалось крайне… то есть там, если я верно все помню, действительно, там были какие-то правила практически, то есть ты это должен делать так, потому что, ну, то есть там какие-то слова употреблять, в такой-то, там, чуть ли не правила русского языка свои образовывались, наверное, такие же, как там на 2Ч, они сохранились с тех пор, и, ну, то есть это действительно такой интересный культурный феномен, который, наверное, в какой-то степени на данный момент вымирает и подменяется, так скажем, вот позерами. Вот что думаете по этому поводу? Нет, с Лорком вот интересная история была, потому что, по моему мнению, это как раз реально прообраз этого элитного тролля, потому что до сих пор он как бы жив, и когда какая-то тема поднимается, то, понятное дело, что там все работает по принципу Википедии. Приходит редактор, редактирует, а там приходит один редактор и начинает просто, он же не может удалить то, что написал первый, он начинает просто комментировать то, что написал первый, и он пытается оскорбить первого редактора. Приходит третий редактор, начинает оскорблять второго. И так очень, на самом деле, интересно наблюдать баталии вот этих троллей, потому что они все, ну, как бы, имеют, поскольку они выражаются так высокопарно, они имеют достаточно высокий интеллект, И поэтому это как реально, как один ученый пытается оскорбить другого. В таком небольшом, такая небольшая бурестак. Мне интересно, вот аудитория, помните, лурк, кто-нибудь поднимите руку, кто пользовался, читал. Ох, как повезло нам с аудиторией. Свои люди. То есть это действительно очень даже приятно какие-то воспоминания о таком ресурсе оставлял, когда действительно, как ты говоришь, высокопарное такое общение троллей. Это было забавно. Вот, наверное, давайте… Сейчас я продолжу. И на самом деле, это мы говорим о такой высокой культуре троллинга, но есть такие вот как раз низкие, когда профессиональный тролль сталкивается с нормисом. То есть это обычно вот как раз Facebook, Одноклассники, Twitter. И это видно, что вот находит какой-то молодой человек, находит себе жертву и начинает ее разматывать. Обычно это связано с какими-то политическими дискуссиями. И человек, который никогда не сталкивался с троллем, он пытается с ним как бы нормально дискутировать, как с живым человеком. Тот же находит какие-то изъяны в его речи, начинает постоянно обращаться к ним, обращаться, обращаться. В итоге у человека случается там, не знаю, какой-нибудь приступ, и он просто уходит из разговора. Вот. Это ко всему ко чему. Надо было зайти издалека. Был такой раньше, была такая целая индустрия, магазин на диване, когда люди смотрели по телевизору какие-то товары, им была возможность купить это с помощью телефона. В Штатах это была такой достаточно быстрорастущей индустрии, потому что люди были раньше, они покупали все подряд. Вот. И с троллингом практически то же самое. Люди, которые никогда не сталкивались с этим, купятся сразу. Они начинают выступать в разговор, начинают кормить тролля. И тем самым, как бы, подкрепляя, не знаю, его эго, не знаю, обслуживая, может быть, какие-то бизнес-интересы, получаются какие-то смачные скрины, они качают по всем пабликам, люди смеются. У людей начинается, там, у тех, кто пострадал, там, не знаю, горячка, не знаю, и все доходит до психиатра. Вот. И поэтому мы должны заниматься определенным просвещением в этой области, чтобы у людей не было желания кормить тролля. Потому что если мы будем все просвещены, мы будем их различать. Мы сможем сами их троллить и тем самым, не знаю, выходить на какие-то новые уровни коммуникации. И просто проблема вот такой рода токсичности просто исчезнет. Вот. Как, например, вот раньше появилась баннерная слепота, появится троллинговая слепота. Вот. Я думаю, что вот это будет как бы решение проблемы, когда мы все будем просвещены в плане интернет-коммуникации. Когда каждый будет в какой-то степени тролли, способный затроллить другого. Да, да. Наверное, давайте перейдем к вопросам, потому что, я так вижу, аудитория у нас просвещенная на эту тему. Поднимайте руки, и я к вам подойду, задам микрофон. Да, собственно, вопрос касается чего? Вопрос касается юридической регуляции. Вот достаточно вспомнить хабаровских живодеров. И именно, что благодаря троллям, которые какими-то своими действиями в сети либо в реале начали провоцировать государственные органы к действиям. И подобный же вот случай, буквально на выходных был арестован на 10 суток человек, который писал призыв к насилию детей сотрудников, которые, собственно, эти митинги разгоняют. И как вы думаете, можно ли вообще считать, что тролли в каком-то смысле пытаются прочувствовать вот пределы человеческого общества, дальше которого зайти нельзя? Ну, я бы не называл там вот всех анонов троллей. Как всех троллей нельзя назвать анонами, которые вот пытались поднять тему с хабаровскими живодерами, которым потом последующие дальше живодеры появились. Вообще, это считается, ну, то есть, как бы вот активация вот этой тематики с чем-то, это вполне нормальное социальное поведение, когда вы видите какую-то несправедливость и пытаетесь ее, ну, как бы довести до государственного какого-то аппарата. И почему-то у нас в стране занимаются этим только тролли, опять же, ну, как бы аноны, так скажем, которые вот обитали на 2Ч. Опять же, в Штатах, поскольку у них, так скажем, как это называется, гражданское сознание более такое, ну, как бы обширное, вообще гражданское общество лучше реагирует на всякого рода несправедливость, но постоянно какие-то вот такие вещи там с, не знаю, с насилием над детьми, насилием над животными доводят до регуляторов, вот. У нас же пока что занимаются этим какие-то вот субкультуры, вот. И второй случай, ну, то есть, я не сказал бы, что именно вот эта заслуга троллей, это именно, скажем, определенная ячейка гражданского общества, которая пока что не так высвечена. И второй случай с призывами к расправе, это, опять же, тоже нельзя относить к троллингу, но это же, ну, это прямой прообраз токсичного поведения, то есть, человек, опять, не осознал того, что закон до него дотянется и совершит то, что как бы должен был совершать. По сути, посадил его за решетку. Многие, конечно, начали кричать о том, что вот человека там посадили за один единственный твит, репрессивная машина работает на максимум, но посудите сами в любой нормальной, любой, любой стране, даже в Африке какой-нибудь, если бы человек написал о том, что надо убивать детей полицаев, наверное, бы любой государственный орган бы отреагировал вот так бы. И тут тоже как бы нет какого-то, знаете, феномена, это просто жизнь. Это просто, ну, как бы, жизнь государства. Тут скорее не про троллинг, а про призывы к насилию. Есть ли у тебя что-нибудь добавить? Ну, я хотела просто сказать, что на самом деле любой человек, который является активистом онлайн, неважно, он называется активистом или просто активен, так или иначе, всегда двигает границы нормативного в культуре. Это можно делать через, например, апелляцию к, не знаю, регуляторам, а можно делать через просто обращение внимания на какие-то проблемы, которые почему-то не видны другим людям. И это как раз нормальная составляющая онлайн-коммуникации, где у нас куча народа гораздо больше, чем в оффлайн-мире в доступе, и мы можем высвечивать какие-то проблемы, какие-то реалии. И это как раз очень позитивная история про то, что мы просто видим больше. А дальше мы делаем с этим разные вещи, ну, в том числе, можем обращаться к регуляторам, можем договариваться в своем сообществе, ну, там дальше работают какие-то местные и локальные механизмы. Поднимайте руки. Спасибо большое за интересную дискуссию. Вот в предыдущем вопросе была такая реплика насчет того, что тролли, хейтеры, как-то зондируют почву, проверяют какие-то границы. Вот примерно это же делают, например, подростки. То есть в чем особенность коммуникации с ними? То, что они все время пытаются себя как-то спровоцировать. И, в общем, если ты родитель, то как ты себя поставишь в этой ситуации и зависит, соответственно, твоя дальнейшая с ним, как ты выстроишь отношения, например, с подростком. Так вот, я в последнее время нередко натыкаюсь на такую интерпретацию феномена онлайн-коммуникаций таких каких-то хейтерских, троллеобразных и так далее с точки зрения такой, ну, скажем так, психологии человеческой, с точки зрения когнитивных нейронаук, то есть как устроен, грубо говоря, наш мозг и наша психика. И с этой точки зрения это комментируют. Это комментируют таким образом, что, ну, на самом деле, если отбросить все это такое высокопарное теоретизирование, это просто банально, ну, вот как с подростком, то есть это просто банально, там, у человека там какие-то, не знаю, комплексы, еще что-то. И, в общем, он это просто так вымещает. А дальше мы уже можем это оформить, ну, то есть внутри этих субкультур, о которых вы говорите, это уже может оформиться, как вот какой-то легендой обрасти, почему так люди себя ведут. Но в основе своей этот, ну, там, условно говоря, у человека там до 25 лет формируются там лобные доли мозга, и он там, когда они сформируются, начнет там больше контролировать там какие-то свои импульсивные действия. Как только 25, там, преступность идет на спад, и вместе с этим, наверное, его там активность в соцсетях какая-то такая. Вот. Что вы можете сказать вот насчет вот этого такого, ну, назовем это научного, такого научной интерпретации вот этого феномена, да? То есть, может быть, на самом деле все достаточно банально, да? И 20 раз уже это все проходили, просто это вот сейчас в силу специфики там онлайн-коммуникации, технологий обрастает каким-то таким налетом загадочности. Спасибо. Ну, я сейчас вот буду в амплуа, значит, скучного, скучного, извините, ученого. Вообще вот эта вся установка на популярность нейронаук, когнитивных наук, это такое новое воскрешение позитивизма. Давайте мы возьмем, значит, природу, все вот очевидно наблюдаемые эмпирические явления, свяжем их между собой и получим ответ, почему, например, люди поступают так или иначе. Потому что у них там перемкнуло что-то в голове, или там, не знаю, какие-то нейромедиаторы по-другому стали работать, и вот мы имеем то, что имеем. Мне все-таки кажется, что это самое такое, ну, не то, что самое простое, технически это сложно, да, какие-то эксперименты проводятся. Но с точки зрения понимания человека как биосоциального существа, это довольно сильное упрощение, потому что мы тогда вообще снимаем ответственность человека за его социальные поступки, за то, кем он является, кем он хочет быть и выглядеть, и казаться. Поэтому я бы не говорила о том, что все, что касается вот этой публичной агрессии, это история про отработку или сублимацию комплексов, или тех каких-то нарушений, или недостаточности развития лобных или каких-то еще долей мозга, который, значит, приводит к тому, что человек себя не может контролировать. Мне кажется, что это в очень большой степени попытка объяснить то, что люди ведут себя не всегда как-то мотивированно или непонятно нам, или принимают какие-то неочевидные для нас решения через апелляцию к биологическому, а оно не так просто. Я вообще, заканчивая свой спич скучного ученого, я очень социальный конструктивист, я верю в то, что очень многое из того, как люди себя ведут, из того, как они себя позиционируют, из того, какие там условно самости они принимают, это те социальные конструкты, в которые они хотят верить, или те там облики, которые они хотят воспроизводить. И это значит, что в какой-то мере история про троллинг в какой-то момент времени людям удобна, приятна, спасительна, нужна. Дальше подставляйте разные вещи, дальше нужно разговаривать с конкретными людьми, которые практикуют такого рода поведение. И, конечно же, в очень большой степени это не история про подростков, но в этом сравнении есть очень важный элемент, потому что тролль – это человек, так или иначе, или хейтер – это человек, который ищет авторитета. Это человек, который ищет определенного подтверждения своей силы. И в том числе поэтому нападают на тех, до кого легко докопаться, потому что это как будто слабые. А это возвращает нас к разговору о токсичности, потому что вообще слово «токсичность» оно из словаря тех людей, которые говорят, что в принципе людям было бы гораздо удобнее, комфортнее и так далее существовать, если бы у нас была какая-то гарантия безопасного пространства, если бы мы могли договариваться о том, что есть определенные вещи, за которые приступать не надо, потому что это чревато очень такими антигуманистическими последствиями. И тролль – это тот, кто наоборот не хочет никакого safe space, не хочет никакой горизонтальной коммуникации, вот в том виде, в котором она присутствует, на таком уровне защиты прав и свобод, а кто хочет выстроить вертикальный авторитет. И в этой ситуации вертикального авторитета находится, конечно же, он top of the hill. И это, в свою очередь, говорит о том, что вот та среда, в которой много троллей, эта среда довольно жестко, ну вот сейчас не обращайте внимание на это слово, это слово не из фем-повестки, патриархально устроенная, то есть вот она устроена в логике силы, и там важно быть сильным и унижать слабого. А дальше это разговор опять про коммуникационную культуру, про правовое поле, про то, как это регулируется, где это выгодно регулировать, где не выгодно регулировать, ну и далее везде. Про патриархальное устройство этой среды, на самом деле, очень метко замечено, потому что, опять же, подросток, когда попадает в интернет, ему важно показать, что он сильный, достаточно просто ударить первым, и чем сильнее ты ударишь, тем больше ты оскорбишься, тем больше ты как бы закрепишься в этой как бы патриархальной среде и показываешь, что ты вот на вершине цепочки. Но со временем, со временем ты становишься старше, времени у тебя меньше, ну как достаточно, как игрок в компьютерной игре, очень малое количество людей может стать профессиональными киберспортсменами, потому что нужно отдать этому большую часть своей жизни, то есть этому троллингу, чтобы долгое время быть на вершине этой цепочки, нужно долгое время отдавать вот этой ненависти. Но со временем у тебя появляется работа, появляются там какие-то постоянные отношения, ты становишься более социальным, и отдавать время вот этому троллингу все меньше и меньше, поэтому с возрастом реально как бы тролли стареют и уходят в свободное плавание, так что я, наверное, больше думаю, как вы, потому что считаю, что с возрастом мы взрослеем и троллинг уходит из нашей жизни, так скажем, или становится более каким-то осмысленным, если мы видим какую-то большую несправедливость, ну, мы меньше реагируем на какие-то мелкие раздражители, но когда что-то случается такое сильное, как какие-то митинги или какая-то несправедливость уровня, там, не знаю, экологическая катастрофа, то мы начинаем подключаться, вот. У нас звучит так, словно тролли, такие новые киберспортсмены, типа ты должен быть сильным, отдавать этому все свое время, чтобы достичь чего-то. Скажите, пожалуйста, а существует некая статистика, из которой видно, сколько подростков затроллили и довели до самоубийства? Мне хочется просто понять, насколько это явление глобально в российском обществе, или это же как, знаете, некое явление, которое, когда мы были молодыми, мы тоже друг друга подкалывали, троллили мы, не троллили, у нас было что-то другое, травили, наверное, но сейчас-то это все более принимает массовый характер. Так вот, есть ли такая статистика или нет? Как к этому вообще относиться? Вот я сижу, знаете, я обалдеваю вообще. То ли, я скажу, как мы здесь оказались, дело в том, что у меня ребенок снимает кино, и мы выиграли путевку на медиасмену в Орленок, а тема медиасмены – безопасное медиадетство. и чтобы он немножечко был в курсе вообще, поскольку он оторван от вот этой реальности, нереальности, которая… Вот, и мы пришли послушать вас, чтобы понять вообще, что происходит в этой среде, насколько эта среда опасна, насколько она полезна, что от нее ждать. Ну, в общем, вот так, если понятен мой вопрос. Да, можно я очень коротко про статистику. Значит, со статистикой вообще есть некоторые проблемы, поскольку, например, в публичном пространстве сегодня медиа в широком смысле слова запрещено описывать обстоятельства самоубийств, поэтому фактически из открытых источников вы никогда не узнаете, что, собственно, произошло, что было причиной и так далее. Это такая мера борьбы с гламуризацией суицида, которая, в общем, была в какой-то момент принята. Это первое. Второе. Нельзя сказать, чтобы можно было всегда, даже в, казалось бы, самых очевидных примерах, в самых очевидных случаях, точно понять, что действительно поводом к трагическому прерыванию или трагическому завершению жизни послужили именно действия какого-то тролля или какого-то там, условно, человека, который тебя преследовал онлайн. Это довольно сложно отследить. Вот со стопроцентной вероятностью, чтобы возложить вину и сказать, вот они виноваты, это группа неназванных товарищей, вот давайте с ними что-нибудь сделаем. Мне кажется, что если задаваться вопросом, опасна или не опасна среда, то это на самом деле вопрос о том, ну, по сути, опасен или безопасен интернет, опасны или безопасны цифровые инструменты. Поскольку это технологии, они амбивалентны, но это как расщепление атома. Та же самая история. Можно использовать так, можно использовать так. Я здесь согласна с Роберто о том, что нужно повышать уровень медиаграмотности. То есть если человек, надо понять, что дети очень в раннем же возрасте, собственно, попадают в онлайн-пространство, очень часто самостоятельно, без там родительского надзора, и им самим приходится принимать определенные решения. Вот если довольно с раннего возраста ребенок понимает, пусть на определенном уровне, но как устроено общение, как разговаривать с людьми. Это та же самая история. Не надо разговаривать с незнакомыми дядями и тетями на улице. Если это происходит, то в таком случае мы можем надеяться, что хотя бы на каких-то первичных подступах ребенок или подросток чуть защищен своей критической позицией, своим пониманием того, где он находится, и как себя в этом пространстве вести. И я бы не стала на самом деле говорить о том, что это среда опасная, потому что, во-первых, когда мы говорим, что что-то очень опасное, это запретный плод сладок, и кажется, что это еще более интересное поле, которое нужно как-то изучать и впрягаться в еще более рискованные какие-нибудь авантюры, потому что это же запрещают. Это как раз к вопросу о подростках и о том, как они любят границы проверять. А с другой стороны, потому что так или иначе мы живем в ситуации, когда интернет-технологии обнимают собой все, и значит, чем раньше ребенок или подросток оказывается пользователем, тем в большей степени он оказывается грамотным. А это так или иначе пригодится во всех сферах жизни. Ну вот так, наверное. У нас, кстати, будет дискуссия по поводу детей и интернета, и взаимодействия, и опасности для них. Вот если тебе к вопросу что-то добавить, вот есть ли какие-то правила для детей в МДК, или как-то, ну то есть, что на твой взгляд, как админа МДК, вот ты хотел бы подчеркнуть для безопасности? Ну на самом деле вопрос, индийских суицидов, он как бы всегда стоит таким ребром во всех дискуссиях, и нужно понимать, что нужно разграничать как бы суицид по каким-то, не знаю, само собой разумеющих причинах, так скажем, ну это как бы вот очень грубо, и доведение до самоубийства, когда какая-то персона доводит другую. и тут как бы статистика говорит о том, что как бы каждый год, как бы, ну опять же, можно судить по количеству дел, уголовных, которые как бы поднимают, это порядка 30-40, вот, как бы из известных в России. То есть в мире как бы, ну надо нажать на 10, так скажем. вот, и тут надо понимать, что дискуссия, связанная вот с этим вопросом, она тесно связана с так называемыми группами смерти, вот, которые два года назад гремели. И про это у нас тоже будет лекция. Да, вот, которые два года назад гремели, вот прям вот, ну из каждого чайника, то есть всех родителей заставляли проверять там аккаунты в социальных сетях, и опять же было понятно, что эта тема раздута более чем полностью, но были персонажи, которые занимаются, ну как бы решили воспользоваться ситуацией, так скажем, и занимались реально доведением до самоубийства. Но это как бы были единичные случаи, но СМИ раздули из этого, как бы что-то, такое как бы целое движение людей, которое пытается уничтожить нашу молодежь. Вот. И тут главное, просто быть чутким к своему ребенку. Вот это как бы единственное, что я могу сказать. И что касается нашей группы, то нашу группу как бы стоит маркер плюс 18, то есть у нас детей нет, у нас только подростки. Как на парносайтах, да? Да, да, да. То есть как бы, потому что есть как бы темы, которые поднимаются в комментариях, поднимаются в постах, они как бы не для школьников, ну или для поднешкольников. Вот. И мы видим, что многие сервисы сейчас ведут как бы, ну, на поводу, так скажем, мировой практики, и как бы тот же ВКонтакте плюс 14. То есть не зарегистрируешься. Вот. И многие другие сервисы тоже как бы обрубают и не делают никакого пространства для коммуникации для школьников. Вот. Но так появляются другие феномены. То есть TikTok, Snapchat, который в принципе явился как бы таким пространством для школьников подальше от розовых. И там тоже как бы, ну там своя история есть, которая как бы во многом имеет свой подтекст, вот, который, ну, тоже надо отдельно разбирать. Но возвращаясь к вашему вопросу. Просто реально как бы статистики нет такой. Потому что ее достаточно сложно собрать, сложно интерпретировать. Главное тут просто нужно быть чутким к своему ребенку и смотреть за его поведением. Я вспоминаю свое детство. И вспоминаю эти листовки, что типа, если вы найдете в рюкзаке у своего ребенка ложку, это главный знак того, что он наркоман. Вот. Но на самом деле у нас многих находили ложки, потому что мы ходили на чаепитие. И тут надо было со своей посудой ходить. Оправдание. Оправдание всегда. Вот. Мне, кстати, интересно, вот по поводу маркировки 18+. Если, вот, я не интересовался этим, есть ли там такое ограничение, что если тебе там зарегистрировано в аккаунте 17 лет, то ты просто не можешь зайти в эту группу. Естественно. Нет. Вот если у тебя написано в аккаунте, что типа ты рожден. Ну, там дата рождения указана. Но как бы можно всегда обмануть систему. Нет. Это понятно. Я про то, что действует ли она так, что она отсекает просто вот по дефолту тех, у кого указана дата рождения. Да, так и работает. То есть в ВКонтакте, например, если ты пытаешься зайти на группу Амитакайте 15 лет, у тебя сразу появляется иконка, что типа группа только для совершеннолетних. Так. Давайте. Один вопрос уже был. Давайте здесь. Спасибо за дискуссию. За все это время мое понятие о токсичности, о буллинге расширилось. И я как бы запуталась. И теперь не понимаю, что конкретно буллинг или токсичность. Потому что мы то говорим, что это просто использование мата, то это доведение до самоубийства. Можно понять, пожалуйста, хоть немножко конкретики. Получается, что каждый второй человек, он как бы токсичен, и он же использует мат, и мы всегда там между друзьями, между своими близкими, троллим как в год у третьего. Получается, что мы все троллеры и буллеры. Наверное, вас запутало. Мы начинали с статистики Microsoft, о том, что наш сегмент самый токсичный. И я пытался объяснить, почему они так интерпретируют. Потому что они каждое наше матерное сообщение интерпретируют как токсичное поведение. Но когда я пытаюсь подчеркнуть крепким словом какое-то свое выражение, я же не хочу кого-то оскорбить, я просто пытаюсь иногда свое косноязычие подчеркнуть, то есть свое косноязычие компенсировать эмоциональностью с помощью мата. Это делается, потому что мне так удобнее. И многим другим подросткам, студентам, чуть постарше, так же удобно. Потому что не у всех есть научная степень, или рядом есть огромный словарь в Эбстере, чтобы использовать всю широту языка. Вот поэтому они так интерпретируют. Это не так. Кибербуллинг – это, конечно же, токсичное поведение. Потому что токсичность – это как бы расшифровывается как отравляющая. То есть ты пытаешься испортить жизнь кому-то. То есть через мат ты, конечно, никому не пытаешься. Вот кибербуллинг, хейт-спич, что-то еще, наверное. Вот это как раз… А не субъективно ли понятие кибербуллинг и хейт-спич? Меня может пооскорбить одно слово, а другого нет. То есть буллингом считается то, что обидит меня, или то, как будут другие считать, какая я? Можно я попробую немножко разложить по полочкам? Значит, кибербуллинг – это все-таки термин, который подразумевает преследование и дегуманизацию человека, и дискриминацию в связи с принадлежностью к определенной группе, лишению человеческого достоинства, ну и, соответственно, всего, что полагается с этим достоинством – прав, свобод и прочего-прочего. Соответственно, кибербуллинг может выглядеть как составляющая некоторых практик. Это сталкинг, преследование, это доксинг, раскрытие информации и масса всего другого. Кибербуллинг страшнее, ну, как полагается, страшнее буллинга в какой-то степени, не абсолютно, потому что он может разворачиваться на многих площадках. Если кого-нибудь травили в школе, то эта травля разворачивалась в конкретной локации, можно было ее покинуть и попасть в более какое-то комфортное место. Если мы говорим про кибербуллинг, то вся онлайн-среда, все аккаунты, все профили, все почтовые агенты могут оказаться пространством вот этого нагнетания и насилия. С кибербуллингом плюс-минус разобрались. Токсичность – это слово из словаря энного количества, ну, прежде всего, киберактивистов, борцов, значит, за социальную справедливость против всего плохого и за все хорошее. Это в какой-то степени метафора, потому что разобрать, что есть абсолютно токсичное поведение, довольно сложно. Токсичность – это, на самом деле, такой тип речевой или поведенческой практики, когда вы заходите за границы другого человека и наступаете ему на что-то осознанно. Ну, то есть вы, например, видите, у человека очевидно позиционирую какую-то идентичность, не знаю, гендерную, этническую, религиозную, дальше подберите, и вы начинаете приступать эти границы для того, чтобы обидеть. Или вы это делаете неосознанно, но все равно обижаете, просто потому что какой-то момент не считали сигналы. Соответственно, когда вы говорите о том, что поведение токсичное, вы не говорите о том, что оно абсолютно объективно токсично и абсолютно объективно оскорбительно. Вы говорите о том, что вот вас задели, вот здесь было что-то не то. И по-хорошему, токсичность довольно часто, как слово, используется как раз с очень расширительной трактовкой. Если с кибербуллингом чуть-чуть попроще, потому что в том числе есть правовая регуляция, может, не всегда в российских историях, но в международных историях таких случаев много, и мы можем плюс-минус как-то разграничивать, то поскольку за токсичность никакого наказания, кроме обструкции онлайн, не следует, то в общем можно этим словом бросаться практически в кого угодно. И я сейчас не хочу говорить о том, что люди именно этим пользуются, у нас про это следующая дискуссия. Но в принципе мы понимаем, что это как раз слово метафора, которое можно клеить как ярлык, ты токсичен, а еще здесь хорошее слово микроагрессия, пассивная агрессия, это вот туда же. И дальше это, например, к словарю новой психологии, новой защиты людей, которые чувствуют себя оскорбленными, которые хотят защищать себя. И это неплохо, нехорошо. Это есть. Это вот такой словарь. Дальше можно наблюдать за тем, как он развивается, и за тем, как его используют. Здрасте. В общем, у меня такой вопрос возник. В первую очередь к Роберто. Вот второй вопрос касательно Роберто. Вот смотрите. Вы долгое время держите пабликом ДК. Извините за мой жаргон. Вот. Ага, хорошо. Вот, владеете. И получается, как бы вы могли наверняка наблюдать, как появляется какой-нибудь тролль, который забрасывает тему, которая ранее не педалировалась в паблике. Грубо говоря, на этого тролля происходит какая-то реакция. Через какое-то время сообщество начинает уже между собой воспроизводить эту тему. Тролль исчезает. И так может происходить несколько раз. И происходит какой-то процесс нейминга, какой-то процесс треневого научения и какого-то развития вот этого целевой аудитории. Наблюдали ли вы это? И, господи, как часто происходило, можете ли вы это прокомментировать? Это вот вопрос вам. То есть, грубо говоря, вопрос о довольно-таки положительной роли троллинга, который сводится к тому, что он разводит как бы целевые аудитории, их как-то поляризирует по понятиям, раскидывает. Вот это вот вам. Теперь к Сане. Что же я хотел... А, да, про изоморфизм. Короче, про такую как бы штуку. Про то, что человек заходит в социальную сеть, и он как бы формирует по-особому это пространство, потом выходит в оффлайн и уже, грубо говоря, себя ведет не так, как вел там. Вот какие, не знаю, заглушки, что позволяет человеку, грубо говоря, различать вот эти вот пространства, оставаться по одним параметрам, фреймировать как-то вот это вот, не подходить кому-то в общественном пространстве, если он уже услышал какую-то знакомую там тему, и не говорить какой там другой человек гадкий да и плохой. Вот, собственно говоря, вот эти вот два вопроса. Спасибо. Ну, можно, конечно, это самому даже понаблюдать, потому что достаточно сейчас зайти на любую публикацию МТК и увидеть, что мы как администраторы поднимаем, мы сами выступаем в роли троллей, потому что мы сами поднимаем какую-то тему и ждем отклик на нее. Появляются два-три персонажа, которые обычно берут крайнюю полярную точку, допустим, в споре между, допустим, конфликт между украинцами и русскими, берут одну крайнюю точку, что одни нехорошие, вторые самые лучшие, появляется второй человек, который совершенно с другой точки зрения, и происходит вброс. Вброс темы, допустим. Появляются его, так скажем, последователи, которые сейчас, благодаря функциональности ВКонтакте, начинают либо закидывать его лайками, тем самым поднимать тему наверх, спускаются в комментарии, говорят, да, чувак, ты прав, я думаю, что вот есть такие точки зрения. Появляются сразу антиподы, антагонисты, которые начинают свою тематику подвигать, но обычно не появляется какое-то решение проблемы. Все-таки троллинг… Ну да, то есть они просто хотят, ну опять же, показать силу, то есть им важно ударить, а как-то условно решить конфликт для них цели как бы нету. Это вот, наверное, может в научном сообществе хотят прийти к единой точке зрения, допустим. Ну хоть как-то, не знаю, задокументировать, что вот я считаю так, я считаю так. Они думают, да я плевал на твою точку зрения. До свидания. То есть еще ни разу я, наверное, не наблюдал, чтобы люди пожимали друг другу руки в интернете и говорили, что да, сегодня хорошо мы провели день. А по поводу вопроса, как люди ставят заглушку, почему вообще возникает идея про то, что есть одно пространство и другое, ну во-первых, есть, собственно, генеалогия отношения к онлайн-пространству, именно как к пространству, то есть как к локации, в которую ты заходишь и выходишь. Это великая метафорика sci-fi 80-х, которая на самом деле из всяких лабораторных исследований берется, все про киберпространство, про виртуальное пространство, которое отдельное специальное место. Куда можно попасть? И вот этот выход в интернет, это даже на уровне метафор, очень хорошо видно, как люди действительно сегментируют вот наш in real life, оффлайн, настоящую реальность, реальную реальность и то, что есть там. И надо сказать, что это воспроизводится в языке даже у тех поколений, которые вот все время с этими штуками, которые точно знают, что экранное время, которое нам показывает это устройство, совершенно не соотносится с тем временем, в котором мы реально онлайн, потому что мы все время онлайн, и так далее, и так далее. Мне кажется, что, ну, совсем если с научной точки зрения смотреть, то есть такая гипотеза лингвистической относительности Сапиро-Орфа, которая говорит, что язык так или иначе связан с мышлением, то, как мы говорим, отражает то, как мы думаем, поэтому если мы постоянно говорим, что мы выходим в интернет, это означает, что в нашей голове сохраняется этот паттерн отдельного места, куда мы попадаем. Но мне кажется, что на самом деле вопрос даже не в этом, а в том, что мы понимаем, что оффлайн, если я подойду и кому-то нахамлю, или если я кому-то наступлю на ногу, или если я буду сморкаться в занавеску, воспоследует определенный, извините, оффлайн физический фидбэк. Мне либо скажут, что я глубоко не права, либо покажут, что я глубоко не права. И здесь либо заденут мои чувства и переживания, либо меня физически заденут. И я, поскольку живу в обществе и живу какое-то время, понимаю, что исход и того, и другого весьма вероятен. Я не хочу ни того, ни другого. Я не хочу, чтобы мне делали замечания, поэтому я буду вести себя прилично. Это такое социальное сдерживание. Я веду себя прилично, потому что, если я веду себя прилично, я получаю все возможные печеньки и так далее. И я точно буду вести себя корректно, потому что я совсем не хочу физически страдать. Когда вы находитесь онлайн, вы физически, ну вот именно телесно пострадать фактически не можете, потому что это все-таки коммуникация такая удаленная, как я говорила. Если вы хорошо умеете, что называется, экранировать, то есть абстрагироваться, то вот эти все нападки, оскорбления и то, что называется name calling, когда вас как-то называют, от этого все можно абстрагироваться и сказать, слушайте, ну, это ко мне не имеет никакого отношения. И, соответственно, можно точно так же очень сильными выражениями с использованием мата или без использования мата, с использованием абсценной лексики, с переходом на личности, со всем тем, что, в общем, не поощряется в этикете оффлайновом все это делать, потому что за это мне ничего не будет. И я думаю про других, что и другие, в общем, так к этому относятся. На самом деле, если посмотреть, ну, я вот очень люблю следить за фейсбучными конфликтами, потому что я в свое время там даже, ну, в общем, исследовал этот феномен. Мне страшно интересно наблюдать, как люди начинают там с условно второго-третьего комментария биться не на жизнь, а на смерть, причем не вот так, как в ВКонтакте, где, в общем, есть какое-то ощущение ироничности происходящего, а всерьез. То есть вплоть до того, что раз френд, бан в реальной жизни, никогда не пожму тебе руку, вот я думал, что ты такой, а ты переобуз, расчехлился и вообще как можно дальше жить. И это означает, что, с одной стороны, у какой-то части людей есть ощущение, что это разные пространства, там по-разному люди действуют, но какая-то часть людей настолько их синонимично рассматривает, что абсолютно не видят этой дистанции. Это вот какие-то сосуществующие такие вещи. Я думаю, что у нас время заканчивается, поэтому задам два коротких вопроса. Я не знаю, наверное, может каждый ответить. Во-первых, надо ли бороться с троллингом и как от него защититься, на ваш взгляд? Ну, нужно ли бороться, наверное, бесполезно бороться с дождем, с ветром. Так как бы это происходит само по себе. То есть неизвестно, когда к тебе может подойти просто человек и сказать… Ну, как бы известен случай, когда, не знаю, даже, помню, на психологии разбирали нервные тики, когда у женщины спросили, сколько времени, а у нее не было часов, и настолько это вогнало ее в депрессию, что она нескольких лет не могла из этого выйти. Это такие случаи единичные, но они происходят, и как бы с этим бороться тоже непонятно. Но просвещение, то есть как сейчас у людей стало популярно посещать терапию, такое психологическое просвещение, так и социальное, так и просвещение в сфере интернета, оно нас как бы осведомит, и мы будем знать, на что стоит реагировать, на что нет, и как бы создать определенный слой защиты от этого, от троллинга уж точно, потому что мне кажется, что это самое безобидное, что может случиться человеком в интернете, так мне кажется. То есть рецепт защиты как игнорирование? Нет, это просвещение прежде всего. Просвещение, потому что если ты будешь знать, что это троллинг, то от тебя он не будет троллинг. Я имею в виду просвещение с контекстом на то, что ты будешь знать, на что не стоит реагировать, и просто будешь игнорировать те вещи, на которые тебя провоцируют тролли. Ну, в плане, конечно, самообразования может быть иногда и полезно самому поучаствовать в какой-нибудь интернет-дискуссии, которая будет переходить именно на троллинг. И иногда может быть ради спортивного интереса будет интересно переубедить тролля, или как минимум побороть, но опять же нужно понимать, что это семиминутная игра. То есть из нее нужно выйти и поставить фрейм, то есть и дистанцироваться в какой-то момент. Ну, типа, как в боксе, условно. Ты подрался на ринге, но ты не тянешь же вот эту борьбу после нее. После драки кулаками не махают. Оксана? Ну, у меня все проще. Я, поскольку верю и искренне верю абсолютно наивно в либертарианские ценности, я подразумеваю, что, конечно, не надо бороться с троллингом. Надо понимать, что это заявление, надо его наблюдать, и в том числе понимать, как оно выглядит. А что касается того, как защититься, ну, во-первых, я тут абсолютно согласна, это медиаобразование, медиа просвещение, информация о том, как устроена среда, как устроены коммуникационные сервисы, как устроены люди, которые там общаются. Это суперполезное знание, которое в любом случае пригодится, и не только и не столько там для борьбы с троллингами или хейтерами. Второе, это, конечно же, умение выстраивать дистанцию по отношению к дисфункциональной критике. Собственно, троллинг и хейтерс – это дисфункциональная критика. Она ничего не несет полезного, на ней невозможно научиться. Это все равно, что всерьез реагировать на какого-то, я не знаю, нетрезвого прохожего, который что-то тебе там в спину кричит. То есть, в принципе, это какое-то умение выстраивать представление на том, что у меня есть достоинства, которые невозможно так обидеть или так оскорбить. А третье, ну, вообще, мне кажется, что есть такой способ защиты, который мне очень помогает. Я никогда не включаюсь ни в какие дискуссии, в которые настолько остры, что там точно появятся тролли или хейтеры. Я не участвую практически ни в одном обсуждении по острым, не знаю, любым острым повесточным штукам, не потому что мне нечего сказать, а потому что я понимаю, что функциональное качество этой дискуссии настолько быстро сойдет на нет, потому что люди начнут ссориться друг с другом, что, в общем, мне проще в это не включаться. У меня была история, когда я в течение нескольких дней наблюдала за очередной фемскандалом, потому что у меня просто есть кусок, выделенный френд-лентой, это феминистки и сочувствующие им. И я поняла, что у меня через час плотного сидения в Фейсбуке просто стало физически плохо, потому что я достаточно жизнерадостный человек. И вот эта история про такое отложенное и довольно пассивное влияние троллинга, которому надо уметь сопротивляться, не включаясь в эти дискуссии. Даже не кормить тролля, а прооценивать свои возможности, коммуникативные, в момент включения в активную дискуссию любую. Мне кажется, это полезно. Я, кстати, наверное, согласен, потому что постепенно, тоже по мере, так скажем, развития, как представители культуры, представители научпоп-комьюнити, стал обращать внимание на то, что чем меньше ты просто участвуешь в таких дискуссиях, которые просто с конечной целью ничего не имеют, тем как-то, на самом деле, спокойнее живешь. Поэтому это тоже как защита психологическая, чтобы ты как раз не тратил психологические силы на эти вещи. Вот у меня вопрос, так как все сегодня сказали про спикеры наши, про то, что одна из главных вещей, которые способны победить троллинг или как-то разобраться, то есть это просвещение, вот была ли для вас полезна эта дискуссия? Вот мне интересно, даже важно, я сказал, поднимите руку, если вот было ли это для вас полезной дискуссией? Приятно видеть руки. И, наверное, спрашиваете, была ли она вредна? Была ли она вредна? Поднимите руки. Нет рук. Логично. Поэтому, я думаю, то, что на этом моменте мы закончим. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли. Мне кажется, было достаточно познавательно и весело. Спасибо нашим партнерам, благодаря которым это мероприятие состоялось, в том числе нашему партнеру, коворкингу ключ. Следите за нашими анонсами. Кстати, в следующем мероприятии у нас будет через две недели. Это тоже будет дискуссия, если я не ошибаюсь. Чем она будет посвящена? Она будет как раз посвящена тому, как можно сводить счеты онлайн с помощью полиции лайков и прочих всяких интересных штук. А, ну, вот так что, в общем, следите за нашими анонсами. У нас достаточно много тем еще будет, достаточно интересных. Приходите еще, будем вам рады. Спасибо, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok